Привет, зрители! Я тут решила замутить фруктовый салат. Давно не делала вообще. Если ты смотрел обзор покупки жратвы, то в курсе, что лет 7 как не больше. У меня тут есть груша. Это всё мытое. Я думала, что ножик большой достала. Какая мягкая груша-то, блин. А оказалось, что это маленький ножик. У меня большой кусок и рот радуется, подумала Лёля, и порезала крупно. У меня есть красивая зелёная салатница. Потому что, конечно, надо было по-другому как-то это сделать. Вместо йогурта у меня кефир мацони на закваске Бакздрав на кузе мулаке. Тут у нас какие-то зернышки даже есть. Я думаю, не мало ли мисочка будет. Отползала вымыть руки, потому что они были слегка липкие. Так, сейчас я виноградинок порежу. Располовила их. Он без костей, по ходу дела. Потому что я одну попробовала. Не, ну, конечно, есть шанс, что, допустим, виноград с костями, но одна без костей. Но, по-моему, он реально без костей. Может, это киш-миш. Так, у меня тут есть киви. Две штуки. Одна была какая-то дофига мягкая. Я еще давно киви не покупала. Вот, наверное, раз лишним. Я даже забыла, какой чистый. Я этого ханячу? Ну, возможно, что ты этого не видишь. Не знаю, может, киви со шкуркой можно жрать. Ты сегодня все мясо куриное хозяйское сожрала. У хозяина только в супе мясо осталось. А, киви же надо потереть этой штучкой, когда моешь. Половинка киви оказалась лишняя. Так, мандаринчик, бананчик надо, значит, еще. И яблочко. Еще у меня есть апельсинчик. Ну, ты пока сюда поставь. Половинку киви с виноградом положим. Кошка. Слушай, тут у меня телефон лежит, с которого я управляю. Я жрать готовлю. А ты опять своими волосами кричешь. Которых где только нет. Так, бананчик. Который даже вымытый. Не поверю, зритель. Так, это мы сюда положим. Глянула к окну в телефон, как там это видно. Так, пока уберу. Мандаринчик. Мне надо только руку помыть, а то она теперь в банане. И вот ведь лезет, и пофиг дым. Ну, все. Ну, ладно, на микроволновку забралась хрят с тобой. Не знаю, есть слость ли апельсинчик в таком случае слость. Мандаринчик, я очень надеюсь, что ты без костей. Я понимаю, что там уже на руке, наверное, как-то разрезать. Может, и правда тогда без апельсинчика? Салатница не настолько большая. К тому же у нас тут можно будет потом другой салатик сделать с апельсинчиком. Мне кажется, я все с мандаринчиком ни разу сама не делала это. Обычно мы туда как-то апельсинчики дали бабусе. Или тете, или маме сто лет назад. Яблоко крепкое, по-моему, было. Яблоко пока туда положу. А, вот сюда можно. Вообще его, как бы, принято вроде чистить для салата. Даже можно, наверное, с четвертинкой яблоко. Этот ролик будет потом с поеданием. Так что, если ты ждал нормального приготовления салата, то, в принципе, как бы, тут понятно, что зачем. Но, возможно, ты немного разочарован. Хотя, если ты смотрел, как я готовила роллы в шестнадцатом году, или в пятнадцатом, хрен-то. То, типа, идея, должен быть. В итоге я решила все-таки вот это. Может, как-то его, как было? Так давно апельсин не ела, не чистила. То ты, в принципе, уже привычный. А если ты внезапно зашел на канал, увидел это все, и тебя бомбит, если ты хочешь написать какую-то пакость. Ну, не стесняйся, пиши, что. Сейчас весна, обострение. Бомбить это нормально. В смысле, в комментах. Для... За семь лет с лишним бытия на ютубе, это я поняла уже. Раньше я офигевала от людей, которые смотрят то, что им не нравится. Маленькая такая шкурка есть. Штучка есть, тупы. Какой хороший апельсинчик-то. Может, потом еще купить. А еще у меня в кипирчике, на закладке отборгал, семена чая. Ну что, вроде все. Я сейчас отлюблюсь руки помыть. Я сначала просто хотела этот кипирчик выпить, засыпав туда семена чая. Вот оно. Но так как у меня все как-то спонтанно, то я сейчас его помешаю, иду сюда зарюлю. Вот у меня такие полезные, вкусные, фруктовые салатики, витаминчики, минеральчики. Надеюсь, мои ноготочки снова будут нормально расти, и они будут ломаться. Можно, конечно, сюда добавить еще порошок картара. Он как-то маловасто. Но он ближе все-таки к десертам по вкусу. Можно же тут фруктовый салат. А порошок картара это изначально вареный клубень какой-то китайский. Не фрукт. Да и вообще, когда я последний раз делала салат фруктовый, да и ела его. Я сейчас ракурс камеры поменяю. И подхамяю еще с тобой этот салат. А вместо чая у меня будет компотик. Ну что, вот теперь я к тебе лицом. Воистину весенний пожор сейчас будет у нас. У меня тут компотик черная, черника, короче, с красной смородиной. Обе замороженные, потом размороженные и сваренные. Там совсем, может, чуть-чуть сахара было, потому что я как-то сварила сначала черничный компот, поняла, что что-то там не хватает. Добавила немножко сахара, а потом подумала, что что-то еще не хватает, добавила туда. У меня как раз был где-то пол чашки, ну, где-то вот контейнер небольшой, где-то вот так вот, 150 миллилитров этой самой красной смородины. Так вот, сейчас мы с тобой поедим этот салатик. Кошка у меня свалила. Может, его на давилке есть? Что-то я уж не помню. Напомню тебе, что в этом салатике. Виноградик, яблоко, груша, мандарин, апельсин, банан, киви, семена чия, кефир из козьего молока на закваске от Багграф Мацони. Если хочешь, тоже заквасок от Багграф, но цена кусается, тебе будет 10% на скидку по промокоду АВИФОРЕВЕР. Ссылка в инфобоксе. Ничего так. Если тебе найдет такой хавчик легкого типа, дай знать, в камень, то я, может, еще как-нибудь замутю на камеру на бахать. Вот некоторые виноградинки кислые, а некоторые сладкие. А в некоторых мандаринках в дольках столько зерен. Положите, у меня где-то крышечка где была. В одной половинке дольки мандарина попала со штресенышкой. Так вот, меня как-то Аня то ли в каментах, то ли в чате блога в телеге, если интересно, что за блог в телеге, ссылка опять же в инфобоксе, спрашивала, я уже не помню про то, что я там что-то ела, но типа, есть итог от спирулиной хлорелы. Вот это действительно есть толк. Если ты житель женского пола и баба-бабская, ну, в смысле, биологический ты не мужик, и у тебя где-то раз в месяц бывают определенные дни потеря крови в больших или средних количествах, то вот оно тебе поможет ее поменьше терять. поменьше помирать в этот период. Если у тебя проблемы, как у меня, так же вот были с метаболизмом, ну, с обменом веществ у меня он нарушился где-то вот. Сначала он у меня нарушился в 2005 году, когда я в санаторию съездила, мне неправильно диету подобрали. А потом он у меня нарушился, где бабуша отдала богам душу. А потом у меня нарушился, когда я сюда переехала. И все обзоры покупок шмоте с примеркой, которые, либо обзоры мои фавориты шмоток сезона, кстати, надо будет весеннее записать как-нибудь, сопровождались комментами по большей части от жирной, тебе это не уйдет, ты-ты-ты, у тебя там тройной пятерной подбородок, ну и так далее. Но когда я вот стала это хомячить, я по себе заметила, что я как-то схуднула. Пищеварение наладилось, но был период, когда я вот там на перерыв поладила, где-то месяца полтора, а что-то у меня был какой-то сбой моей диете и в пищеварение снова здрасте, привет. Я думаю, я с таким трудом избавилась от этого осадка лишнего и снова здрасте. Ну и я решила еще раз попить, а потом еще раз попить. В прошлый раз у меня было 60 таблеток, ну где-то недели 3 я все выпила, а тут у меня 120. Ну тебе были, правда, 2 раза капсулы, по 3 капсулы в сутки, а тут таблетки, по 4 таблетки в сутки. Ну тут не чистая порошок, еще какая-то хренадень. Я решила, что в следующий раз закуплю уже порошок и буду тупо бодяжить с водичкой. кожа улучшилась, ногти улучшились. У меня и так как бы кожа неплохая, но местами иногда были в такие периоды. шинетки. Правда, вся вредная фигня из организма поперла через прыщечки. Благодаря кошке на спине они как-то появлялись, кошка на меня так прыг используя мою спину как не знаю что для своих когтей. Цеплялась за меня когтями так, точнее мою кожу на спине, на ногах. Где-нибудь еще. Так вот, от перерывленной хлореллы действительно от хлореллы есть толку. Выпившие варенья и по биологической женской части гельдерной. Да и так что-то еще. А вот от этой самой вот от этой я от маринги вообще ничего не заметила. Мне кажется, от нее даже хуже как-то. Во-первых, бодрости никакой обещанной нету. Во-вторых, ногти у меня как-то старая себя хуже чувствует. Еще еще одно зернышко. Я раскусила зернышко еще одно. Сколько тебе зернышко от мандарина. Пытаюсь помнить, что за фигню в порошке лопая Таня, потому что у меня близкий родственник, когда года три назад что-то ломала довольно часто за определенный период жизни времени. И врачи посоветовали добавлять еду и принимать эту вот штуку специя. Забыла, как ее звать. желтая. Она даже я сейчас проглотила семечку. Уже пятую по счету. В корнях есть, я еще не измельчала. Куркума. Так вот, куркуму, если у тебя проблемы с наличием лишнего кальция в ногтях, костях и так далее, ну, короче, если у тебя есть частые, есть возможности сломать, ну, есть риск найти на ровном месте пятый угол и сломать какую-то конечность, то надо есть вот эту куркуму. От нее в этом плане есть толк. Ну, как бы она укрепляет кости и так далее. Если ты ее ешь до чего-то другого, то ничего сказать не могу, потому что в принципе, близкий родственник принимал, добавлял в еду там практически куда только можно эту куркуму именно с этой целью. семена чиа богаты кальцием, помимо прочего. Если у тебя проблема с ногтями, то добавляй семена чиа в еду. они безвкусные, но если их не измельчать попытки сделать рубеж, тогда у них появляется некий вкус такой, ближе к амаранту. можно в суп добавить в кефир, в чай, блин, в кефир, куда угодно, в овсянку, в компот какой-нибудь. Как ты в курсе, наверное, я год с лишним, ну 14 где-то месяцев ела каждый день по одному или две штуки бразильский орех. Потом у меня случился гастрит внезапно в декабре. Ну и при гастрите, при обострении нельзя некоторые орехи, в том числе бразильский обасть. Я делала перерыв где-то на полтора месяца, потом какое-то время ела и у меня уже бечет бразильского ореха и смёдом. Ну сейчас уже когда вспомню, тогда вот прям хотелось этого бразильского, ведь сейчас уже как бы в норме то, что надо, плюс-минус. У меня есть ну всё это самопальная статиста из молочных зубов, в смысле как эти орехи называют, Из кедровых орехов. Первый этот раз мне оба покупки попались вот такие вот со смолой по вкусу. Не знаю, почему. Шестое семечко. А я заловить не попала с поднож ни одного семечки. Мандолинки. Потом у меня грецкие орехи есть, я правда их не чистила до такой состояния, чтобы сделать тоже орбечь, кстати, можно сделать орбечь. Есть ещё лесные орехи с нашей с нашей дачи, ну с деревни с участка. Я миндаль в феврале купила. Тоже побольше я с целью делать этот орбечь, ну и можно сделать как-нибудь марципал. Ну и семечки подсолнечника я делала так же по образу подобию, как вот это вот. Халу, ну там семечки подсолнечника перетёрла, я добавила уже покупной готовый финиковый сироп. Восьмую, наверное, зёрнышко сейчас случайно плавотила. очень богатый на детей мандаринчик был. Короче, этот семечки подсолнечника финиковый сироп сделаю себе как бы халу. А здесь у меня семечки тыквы и тоже финиковый сироп, тоже типа как бы хала. есть ещё немного орасица. Я уже сбилась со счёту какая-то семечка. На основе орасицевой пасты я сделала себе какао-бобов как бы шоколадно-орасицевую пасту. Есть немного очищенных семян гонапли. Покупных. А ещё есть тоже покупной ульберч из нечищенных семян гонапли, поэтому он хрустит на зубах. Я туда немножко добавила мёда, он мне где-то там стоит, надо будет его до лета схомячить, потому что у него там срок заканчивается летом. Хотелось бы сказать, что у меня есть семена кабачка, но их жрёт кошка, поэтому можно сказать, что их нет. А ещё у меня есть черковица, сушёное изюм, немного курагин, сушёная слива с нашего сада. Ну, можно делать, допустим, композы. Сушёные яблоки, опять же, часть просто сушёных и ещё часть я измельчила, можно ложкой есть, а можно чем-то смешать с измельчёнными также орехи, сухофрукты и наваять конфеты. У меня есть какие-то конфеты из шелковицы, орехов и в самопальном шоколаде от варенья. Шоколад на основе молотых кака-побов. Я к тому, что вот из всего, что я перечислила, не обязательно всё, но что-то, часть какая-то должна быть в рационе у тебя. ко мне как-то на канал весной залётная прискакала типа хейтерша, которая очень бомбила, что я к зрителю обращаюсь на ты. я чё-то сейчас про это вспомнила. У меня морозилка есть немножко вишни с нашего сада, мне как-то совсем чуть-чуть выдали в прошлом году. Невнятный номер. У меня хоть запись-то не прервалась? Нет, не прервалась, на моё счастье. Спамеры как-то задолбали. В таком количестве немедом. Ты не поверишь, ещё одна косточка. Нужно прям мандариновую ручку посадить с этих косточек. Ну вот у меня там есть немного морозилки. Горсточка буквально вишни, красного окружёвника. Калины. Облепиха вроде даже есть. Красная смородина, клюква вот на окне стоит. Может быть и в холодильнике от морозилки тоже есть. брусника не уверена есть или нет. Ну тоже где-то есть. Ну мочёная брусника ещё есть. Кабы. Ну в общем такой ассортимент микровеществ, ну в смысле витаминов и минералов. Какао бобы есть. Какие-то ещё суперфуды, которые я год-полтора назад покупала. Ну что-то тогда от них в восторге была. Какие-то давно хотела, какие-то недавно узнала. и добавляла в пищу, а потом как-то про них совершенно забыла. Лук ума у меня закончилась. Похоже по вкусу на финиковый сахар. Ну и по виду чуть бреднее финикового сахара. Осталась мака перуанская. Камью-камью. Глорана. Что-то ещё якан. Кыроп ещё есть, который периодически потребляет. вот как-то незаметно говоря с камерой я и сожрал салатик. У меня какая-то штучка попала между зубок молочных и немолочных. Ну там есть какие-то уже немолочные. Возможно семечка чья. У меня ещё есть семена льна. И говорят, что ну кто-то там где-то я читала, что типа вот зачем есть эти популярные суперфулы типа семян чья, можно их заменить семенами льна. Во-первых, семена льна всё-таки имеют какой-то вкус. Во-вторых, у них немножко отличается состав. Хоть они тоже железообразную массу создают, если их залить водой. Я считаю, ну как бы надо институт и другое по возможности. Но вот допустим какой-то фрукт или растение есть вот там в одной части земли и с подобным составом есть фрукт вроде как совершенно другой в другой части земли. Ну природа как бы даёт нам то, что по климату может подходить к какому-то растению взаимозаменяемое. Но если есть возможности есть и то и другое, то почему бы не воспользоваться ею. Ну и сейчас можно это всё купить и на Озон, и на Вайберис. И намного дешевле иногда, чем в магазинах в офлайне. В прошлом году я для себя открыла до прошлого года что если высушить вот жмых после протёртых ягод сахаром или просто измельчённых там для компота замороженных ягод тут смородины красные, чёрные я высушила. Ещё у меня был смесь позапрошлогодняя даже там красный кружовник подружка мне всё время принесла большой такой объём чёрная смородина и красная смородина я их смешала и смельчила с сахаром ну чуть-чуть так сахара добавила в контейнер и морозилку а потом водой заливаешь и как бы компот ну вот вот этот измельчённые ягоды этот жмых как бы остаётся я его процеживала на какую-нибудь такую подложку ложила и на батарею и он высыхал а потом я его измельчала и можно в кефир добавить там творог посыпать в кашу добавить чем не суперфуд так вот если у тебя остаётся какие-то вот зёрнышки там по большей части вот шкурки зёрнышки от какого-нибудь ягодного компота не выкидывай их положи на что-то если есть батарея на батарее посушить а если нет батареи ну там допустим на сушилке посушить в сушилке или естественным путём холодновато как-то стало а потом даже в той же кофемолке измельчить и будет исчезти да я же тут плюта холодненький и окно у меня как бы на щёлку приличного было открыто я на рака под рукой нету холодновато стыло замёрзло лапы даже у меня вот такие прям билеты и они требуют чтобы их увлажнили вот так вот зритель вот такой у меня был я даже не знаю что это полдник наверное хавчик сначала приготовил потом съел я наверное ещё не сделала отдельный плейлист где я сначала готовлю потом жду ну вот этот кукинг плюс мукбанг сообщение этот хрен знает кто вам звонил какой-то спамер не знаю у меня не определился этот номер значит он спамер если ты хочешь поддержать мой канал то вот здесь будет облачко поддержи Лёльку если ты ждёшь смр какой-то конкретный я давно не писала 200 рублей в месяц обеспечит тебе как минимум 3 смр с ранним доступом вот здесь будет облачко если ты ждёшь монтаж какого-то ролика который я хрен знает когда записала я всё никак не смонтирую мой ноутбук слабый подкинь денег на ноутбук на этот на новый планшет ссылка на донат в инфобоксе или вот облачко до этого было если я не знаю что-то ты ещё хочешь ну можешь дать мне знать в комментах если ещё не подписан подпишись это мне сделает плюс ну чего у меня только 7 тысяч подписчиков хочется больше в аналитике 45% смотрят без подписки шо за нафиг потом если ты хочешь поддержать меня как-то иначе а денег нет значит да хочется поставь палец кверху если тебя бомбит от меня поставь палец книзу при этом досмотрел до конца можешь написать камень даже самый дичёвый я тебе поставлю сердечко вот у меня уже вот это как бы я даже на старые каменты иногда сижу думаю так вот что-то листаю ленту старых каментов и ставлю всем подряд сердечки хейтером не хейтером адекватом не адекватом всем подряд какая-то у меня такая политика видения казала пошла всем-всем-всем подряд ставлю сердечки поэтому если скажешь какую-то пакостить я тоже поставлю сердечко а если скажешь не пакостить я тоже поставлю сердечко это будет двойне такое плюс подписывайся на канал в телеге я там что-то иногда вякаю ну это что наверное спасибо тебе за просмотр надеюсь ты пожрал вдохновился создать такой же салатик или похожий пока так 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 Субтитры сделал DimaTorzok